Минприрода Омской области попросила охотников отстреливать ворон. Популяция их достигла катастрофического масштаба в регионе. Власти обещали стимулировать охотников. Как именно, расскажет наш корреспондент Василий Попов. Василий, приветствую тебя. И когда об этом узнала, мне кажется, это какая-то такая жестокость невероятная. Понятное дело, что вороны не самые полезные птицы на свете. Но чтобы их так массово отстреливать, из-за их лапки там что-то предлагать охотникам, как к этому относятся местные жители, расскажи. Да, приветствую тебя, Кадрия. На самом деле не только вороны, но и галки, и грачи попали не в милость в Министерство природы Омской области. Потому что популяция в последние годы их очень возросла, и они наносят большой вред. Вот мы сейчас стоим на трассе, а виноваты в этом, как обычно, люди. Потому что мы находимся на трассе, люди просто подъезжают и выкидывают сюда мусор. В итоге из-за этого очень большая популяция ворон возросла. Ворон, галок и грачей. Минприроды даже пошло на такую меру, что за две лапки отстрелянной вороны, они готовы выдавать охотникам, которые будут заниматься их отстрелом, один патрон. Сроки охоты на ворону определили достаточно максимальными. Наше общество охотников выделяет по одному патрону за две пары лапок, добытых ворон. Сейчас мы находимся за городом, за городом Омском. Но даже в самом Омске у нас есть дендропарк, где очень много белок. И в этом году популяция белок сократилась в два раза, потому что вороны, именно эти умные птицы, как говорят сами зоологи, они съели просто всех бельчат. Именно по этой причине и объявили охоту на этих птиц на ворон, на галок и на грачей. Потому что они съедают популяцию водоплавящих птиц, они съедают популяцию белок. Предлагаю послушать по этому поводу самих зоологов. Я считаю, это абсолютно правильное решение. Вороны являются серьезным вредителем, наносят ущерб поголовью птицы в основном. Поэтому даже и это не обсуждается. Тем более, это уже во всех странах мира цивилизованное, где охота, это приветствуется и поощряется. Стоит сказать, что охота на ворон открыта круглый год. Но именно глобальная охота на ворон, на галок и на грачей откроется с 5 августа. И сколько охотников принесут, сколько они убьют, мы посмотрим, когда и начнется, собственно говоря, сам сизот охоты. Андрея. Василий, жуть какая. Особенно вот эта история про лапки меня прям не покидает. Да, мне какое-то состояние невероятное. Особенно кто-то рассказал, что они размножаются еще из-за тех людей, которые выкидывают на дороге мусор. Ну, может быть, какие-то меры принять по отношению к тем людям, которые, собственно, способствуют увеличению популяции ворон. А вы вот там, где вы стоите, вот если посмотреть на деревья вокруг, что прям так много ворон, так они всем мешают? Скажи, пожалуйста. Я как зоозащитник прям вот жду, когда орнитологи омские ваши возмутятся. Буквально, когда мы сюда подъехали, когда мы ждали прямого эфира, вот здесь была стая ворон. Но это настолько умные птицы, что когда мы сюда подошли, они просто улетели. Да, вороны имеют такое свойство улетать, когда к ним подходят люди. Ну, в общем, еще бы, если их так отстреливать, в общем, из-за их лапки предлагать патроны, я думаю, что, конечно, никакого доверия между воронами и людьми ждать не приходится. Спасибо тебе большое, Василий. На прямой связи со студией был наш корреспондент из Омска Василий Петров. Попов, простите.